Каждый человек хоть раз в своей жизни, но путешествовал. Однако добираться до местного назначения все любят по-разному. Машиной, автобусом, либо поездом. Есть такие люди, которые признают только полеты на самолетах. Однако не все могут похвастаться тем, что путешествуют автостопом. Один из таких – герой нашего сюжета. Я был во всех европейских странах, в Северной Африке, на Кавказе, здесь, везде. Это Грузия, Армения, Азербайджан. Также особого внимания заслуживает такая страна, как Марокко. Там я пробыл полтора года. И сейчас я направляюсь в Казахстан. Бенджамин Нёрдинг родом из Германии. Посетил в общей сложности около 50 стран. Познакомиться с таким огромным количеством государств он успел всего за 4 года. А секрет в том, что Бен путешествует беспрерывно. И только на попутных машинах. Свою первую поездку автостопом рискнул совершить в 23 года. И до сих пор вспоминает буквально по мелочам. Как это было? Первый раз я поехал 20 километров от моего родного города через лес. Там была только одна прямая дорога. И я подумал, почему бы мне не поймать машину автостопом. И поймал машину, в которой за рулём сидела женщина. Сначала была мысль просто проехать лес. А женщина ехала в Швейцарию. Я вдруг подумал, почему вместе с ней не поехать в эту страну. И меня это зацепило. И теперь я постоянно в дороге, в пути. Самое приятное, что на все поездки Бенджамин не тратит ни копейки. Первые два года он останавливался в своей палатке, либо же в монастырях и церквях, где помогали не только приютам, но и пищей. Сейчас же немец странствует с помощью такой программы, как каучсерфинг. Если проще, пользователи портала предоставляют друг другу бесплатно помощь и ночлег. Поэтому мужчина в дальний путь берёт с собой только рюкзак с одеждой и паспорт. Архитектурой мне запомнилась Испания. Природой поразила Грузия. А вот в России я чувствую себя как дома. Настолько легко и просто, как здесь, я не ощущал себя больше нигде. Но всё-таки путешественников в других странах больше всего привлекает отнюдь не природа. И даже не архитектура старинных зданий. Он совершает такой турне исключительно ради людей. Найти знакомство практически во всех уголках мира. Узнать привычки и особенности жителей разных культур. Вот ради чего буквально живёт 27-летний мужчина. Мне интересно знать, какую музыку слушают люди других стран, какая еда им нравится. Говорить с ними о политике, о религии. Узнавать их мнения по разным вопросам. Да и вообще знать, о чём они думают. Бенджамин не собирается останавливаться на достигнутом. И ставит перед собой всё новые и новые цели. Парень мечтает совершить поездку от Аргентины до Аляски. Но только уже не автостопом, а на велотандеме со своей девушкой. Кроме того, он замахнулся и на такой жаркий континент, как Африка. Её он мечтает увидеть с высоты птичьего полёта. А если конкретнее, то на воздушном шаре. Немец подчеркнул, что полностью согласен с известным высказыванием Анатолия Франца, что иногда один день, проведённый в других местах, даёт больше, чем 10 лет жизни дома.